В прошлом и настоящем любого сельского храма, как в Капле воды, отражается история и самого населенного пункта, и его жителей. Причем каждая история неповторима. Пример тому прошлое и настоящее свето-казанского храма города Картолычи, Лябинской области. Основные исторические вехи жизни Казанской Богородицкой Церкви теперь запечатлены в мраморе. Узнать о них может каждый, кто подойдет к церковным дверям. Впрочем, до каменного храма здесь стоял деревянный. По архивным данным, пожар 1891 года испепелил его и весь поселок Полтавский, так раньше называлось это место. Чудом уцелел только один дом. Пламень очень быстро стал распространяться. Это был июнь месяц, и все люди в панике побежали пережидать пожар к реке. А вот этот Степан Яковлевич Баталов, он не испугался. Он взял икону свою, самую главную родовую, прижал ее к груди и с этой иконой стал ходить вокруг своего дома. Эту историю Александр Ярошецкий тоже узнал из архивов, а также от старожилов, для которых храм был частью жизни. Под его сводами ни одно поколение картолинцев находило утешение и спасение. Поветрия, болезни, моры, они всегда были на Руси. Что делали наши предки? Они били в колокола, они собирали крестные хода. Люди, наоборот, прибегали к Богу, к покаянию, к вере. Наоборот, церковь огромное значение имела именно в сложные периоды жизни. В 1932 году храм Божий в Карталах был закрыт и пороган. Более полувека в его искалеченных стенах размещались клуб и кинотеатр. С конца 80-х годов прошлого века, когда церковь вновь вернули верующим, началось ее внешнее и внутреннее возрождение. Материнский покров Пресвятой Богородицы спасал, когда в 2013-м в Карталы пришла большая вода. Храм не пострадал, стал прибежищем для тех, чьи дома оказались затопленными. Конечно, была организована помощь, сбор средств, там различные вещи, продукты. Все это, конечно, было здесь, переживалось и вместе с людьми. Я сейчас уже не могу без храма. Я вот уже и по состоянию здоровья, допустим, я сейчас вот после операции, но я не могу. Очень сложно прийти в храм, но когда придешь, тоже уходить, конечно, не хочется. Надежда Тимофеевна говорит это по своему опыту и не только. Сейчас тоже время непростое, и верующие снова приходят в храм, чтобы объединиться в любви к ближнему и в соборной молитве. Вот этот ковид. Те люди, которые переболели в ковиде, оказались в больнице, они приходили, падали на пол в храме и благодарили Господа, что мы, нам Господь помог. Социальная служба при храме тоже работает с учетом санитарных ограничений. Действуют две воскресные школы, взрослая и детская. И пусть красивые зимние праздники уже позади, никогда не поздно порепетировать калятки к следующему Рождеству. Мы ходили по дворам, распевали тут и там. Вы моя дорогая, да, вы моя душка моя. Священнослужители и прихожане относятся к храму, как к своему дому, куда всегда хочется вернуться, где тепло, радостно и надежно. Под покровом Божьей Матери, конечно, чувствуется эта благодать, ее присутствие, ее помощь.